Самая опасная и экстремальная гонка прошла в Казахстане. Это вам не Формула-1. Шумахеры пересели на трехколесные велосипеды. С ума посходили? Нет, просто решили побаловаться, призывая к здоровому образу жизни. Даже каску для безопасности надели. Вот так вот 20-летняя молодежь развлекается. А вы говорите клубы. Ну все мы же из детства, как говорится. И мы дали возможность всем участникам вспомнить, каково это крутить трехколесный детский велосипед. Последний раз я ездил на Балдергане, когда мне было 4 годика. У меня был такой Балдерган, и всегда я катался. И у меня был опыт 4 года. И ностальгия, как будто я вспомнил свое детство. Угадайте, кто пришел поддержать эту безбашенную гонку. Самый безумный МС Казахстана. Не только болельщики переметнулись от трассы к сцене. Даже гонщики побросали свои байки. Ну я что им взял? Только вперед. Только победный. Я поддерживаю всех молодежь, чтобы они всегда шли вперед. Чтобы достигали больших-больших успехов, короче. Но оказалось, что площадка Медео – это всего лишь разминка. В финал прошли 9 парней и одна девушка. Главная трасса ждала велосипедистов впереди. Часть дороги, что ведет на плотину. Поворот! Ну, я нацелен был на победу. Ну, честно скажу, это самое крутое, в чем я участвовал. Это не сравнительно ни с чем. Если честно, я каждому советую так прокатиться. Когда спускаешься с этого спуска, такой порыв адреналина прет. Ты даже не знаешь, тормозить или дальше ехать. Ну, как-то такие смешанные чувства. Смешиваешь детство и экстрим. А вот единственная представительница прекрасной половины, 19-летняя Нургуль, пришла к финишу последней. Правда, девушка совсем не выглядела расстроенной. Очень крутое ощущение. У меня даже перехватило дыхание. Все честно было. Все было честно. Просто там был очень крутой спуск. Но я больше побеспокоилась о своей безопасности. Фаворитов наградили медалями, как настоящих спортсменов. Ну, а настроение было приподнято у всех. Адреналин зашкаливал, а руки и ноги остались целы. Вот про что можно говорить. Чем бы не тешились, лишь бы не плакали. Лемару Дасвина, Эль Бузунов, Руслан Хасанов. Новости ревью. Продолжение следует...